Это догоняет. Есть один очень важный момент. Святость означает, что человек развился как личность правильно. У него нет корысти. Как определить, что человек святой? У него нет корысти. Ничего не надо. Он не мотивируется ни твоими деньгами, ни твоими похвалами. Ему нужно только одно, что ты был счастлив. И он знает, как это сделать. Но единственное условие заключается в том, что ты должен его слушать. Те говорит, что делает. Понимаете, если вы считаете, что сейчас таких людей нет, хорошо, есть священное писание, есть изображение святых людей. Связь с этим человеком может произойти на расстоянии. Никто же не умирает. Пожалуйста, думай об этом человеке. Ты переймешь от него бескорыстие. И тогда ты получишь ту силу, которая дает возможность нормально жить в этом мире. Вот я вам сейчас сформулирую высшую цель человеческой жизни. Высшая цель – это установить отношения с теми, кто даст тебе в сердце то, что даст возможность нормально жить. Потому что у нас такой силы внутри нет. Мы по природе все равно склонны для себя. А вот это бескорыстие, оно получается в результате того, что мы берем его откуда-то. Нужен пример. Понимаете? Вот раньше, смотрите, пример – это самая важная часть жизни. Вот смотрите, когда у нас в советской стране, да, мы культивировали пример, у нас жизнь кипела радостью. Смотрите, у нас был Ленин. Ленин был примером. Мы о нем думали, для него жили. Так Гагарин был примером. Все хотели в космос, маленькие дети. Они все хотели в космос, потому что был Гагарин. Словно вдоль по Питерской, Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? На руках весь свет его носил. Он сказал, поехали. Да, все пели, все счастливы были. Потому что был пример для подражания. Понимаете, нам нужен пример жизни. Мы не можем для себя жить. Нам нужен, чтобы кто-то был перед глазами. И поэтому, естественно, люди, когда они создают свою жизнь, они ищут этот пример. Этот пример создается сейчас там в телевидении. Да, мы видим Пугачева перед собой, Шварценеггера там, пример. Я тебе сказал, что я тебя отпущу. За ногу держит. Сказал, я тебя отпускаю. Он пропасть там полетел. Пример. Представляете, что происходит? Мы потеряли себя в этой жизни. Понимаете, мы... Коммунизма нет, как бы. И ничего нет нового. Нам ничего нового это пространство не дало, в котором мы живем. Мы потеряли святость. Понимаете, я, когда в Москве жил, к Матроне, святой Матроне, очередь стоит и днем, и ночью. Если в ночью по Москве пройдетесь, подойдете к ее там месту, где она захоронена, ночью стоит очередь. Зачем люди туда стоят? Какая цель? Вот что они все, тупые что ли какие-то? Посмотрите им в глаза, тупые они или нет. Вы видите, что они не тупые. Там нормальные люди стоят. Почему? Потому что они знают, что ты хотя бы чуть-чуть прикоснулся к святости, у тебя в жизни, в сердце. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Не случайно, потому что ты соприкоснулся с тем, что дает жизнь, дает возможность жить. Если ты с баблом соприкоснулся, возможность жить теряется, понимаете? Ну то есть попытайтесь это понять, где берется жизнь. То есть есть высшая цель жизни. Мы сейчас с вами говорим о целях жизни. Я это объясняю очень сердечно и глубоко, чтобы это вошло внутрь. Так есть высшая цель жизни, это святость. Надо с ней строить отношения. Когда? По утрам. Утреннее время самое чистое. Человек проснулся. Солнце, Луна, энергии Солнца, Луны в равновесии находят. Солнце еще не взошло. Луна уже гаснет. Ее сила гаснет. И мозги работают очень право-лево полушария в гармонии. Человек может молиться, думать о чем-то возвышенном. Ставим перед собой изображение святого человека. Допустим, Сергия Радонежского. Ну, у каждого своя вера. В своей вере возьмите. Если вы, допустим, мусульмане, пускай это будет святое имя или Коран, священная книга. Нужна святость жизни. Святость означает бескорыстие. Всегда. Бескорыстие это основа жизни. Понимаете, когда она есть у нас, мы можем спокойно жить радостно. Вот что женщине нужно? Нужно, чтобы готовить, стирать, убирать мужу. И чтобы у тебя в сердце не возникало это чувство. Он скотина, ведь никогда не улыбнется. Потому что ты думаешь о святости, стираешь, убираешь, готовишь, приходит время, и он улыбается. Почему? Потому что нужно пробить его эгоизм. Нужно его зарядить вот этой же силой. Понимаете? А мы у нас, мы не можем его сказать. Почему ты не бескорыстный гад такой? Потому что мы сами такие же. Понимаете? Надо брать откуда-то с другого места эту силу. Поэтому смотрите, мы как ставим целью жизни. Я живу для мужа и мучаю его. Он живет для меня и мучает меня. Мы оба живем для детей и их мучаем. Так мы живем, понимаете? Мы друг друга мучаемся. И трехкомнатная квартира, получается, что три конуры есть. Три собаки как бы выбегают, погавкали, погавкали, и потом по конурам разбежались. Почему? Потому что они мы все друг другу доказывают, служи мне, служи мне, делай все для меня. Невозможно. Не работает система. Так высшую цель жизни оформили, да? Чуть-чуть. Если человек думает постоянно о своем ребенке, какая у него высшая цель? Ребенок. Результат? Вырастает эгоистом, стресс. Если человек думает о доме постоянно, какая высшая цель? Дом. Результат? Надрыв. Очень много работы, нет жизни. Высшая цель? Жена. Результат? Разрыв отношений. Поняли система, как работает? Теперь, это не значит, что дом, ребенок и жена не являются целями жизни. Вот смотрите, что дальше. Двигаемся дальше. Следующий уровень целей. Когда мы в сердце знаем, что святость живет как бы в нашем сердце, тогда все хорошо. Если дом живет в моем сердце, надо успокоиться, помолиться, чтобы дом, пускай, живет чуть подальше, а я как бы в сердце спокоен, потому что у меня вот этот другой пример для жизни есть. Дальше движемся вперед. Жизненно важные цели. Для мужчины самосовершенствование. Для женщины самосовершенствование. Но самосовершенствование по-разному. У женщины приоритетными являются доброта, смирение, послушание, отзывчивость, сердечность и так далее. У мужчины смелость, отвага, стойкость, решимость, ответственность и так далее. Понимаете? То есть сначала человек должен свое развить, а потом у него все остальное разовьется. Кто такой святой? Мужчина, у которого есть ответственность, смелость, отвага, стойкость, но он при этом еще добрый. Означает уже святой. Женщина должна быть нежной, заботливой, но если она твердая внутри еще, значит она уже возвышенная женщина. Понимаете? То есть сначала свое развиваем, потом чужое. И так жизненно важная цель. Если мы не можем себя вести по-человечески, строить глубокие отношения, значит ничего не будет. Вторая жизненно важная цель. Надо изучать, вот ходить на такие лекции, это жизненно важная цель. Надо изучать, как жить. Потому что если человек не изучает, как жить, нет жизни. Потому что он не знает, то его идет по течению, плавет просто и все. Что все как живут, все за джинсами побежали, я за джинсами побежал. Все за унитазами понижали, я за... Все за европейским ремонтом побежали, я побежал. И так далее. Ну, то есть, потому что человек счастья уже стремится, а чем пространство наполнено, такое у меня и счастье. Я живу тем, что мне дает судьба. Все. А ведь она может совсем другое давать. Все зависит от того, куда ты себя поставил. Мы же разумные люди. Мы не поддаемся на вот это все течение. Вы говорите, а как люди живут все вместе, так и правильно. Вот это ошибка. Потому что Веда объясняет, что большинство людей, вы смотрите, есть благость, сила благости, есть страсть, есть невежество. На земле большинство людей живут в страсти. Это означает, что они ставят цели неправильно. Привычки, сформированные в обществе, неправильные. Культура неправильная. Это означает, что мы, если себя и отдаем, мы потом будем страдать. Вот, допустим, мы считаем, что надо жить как все. Хорошо, как все. Сейчас формируется такое поведение, что женщины должны обниматься со всеми, кого встретили в дружеской обстановке. Так это или нет? Это из Америки. Все из Америки. Там уже обнимаются. Я туда приехал лекции читать, меня там подбежала девушка, обняла. Я говорю, узнать, мне жена не разрешает обниматься с женщинами чужими. Ну, то есть, ну, эта культура, она не дает правильного поведения. Она не дает того, что... Вот смотрите, что такое женщина? Женщина – это энергия красоты и огромной силы. Вот, допустим, если женщина вошла с тобой в гармонию, она чужая жена, что с тобой происходит? Крыша съезжает. Почему она вошла в гармонию? Потому что неправильная культура поведения. Не надо было обниматься. Ты можешь с сотней девушек обняться, а потом одна с одной обнялся, и все, и до свидания в семейной жизни. Ну, что, опа, и все. Я вижу тебя под кромкой тумана. Понимаете, человек становится загонотизирован, но он уже ничего не соображает. Потому что здесь тут сила. Это сила огромная в женщине находится. Женщина тоже должна знать, что в ней такая сила есть. И если ей кто-то привлекся этой силой, как женщина себя ведет? Она не может не ответить своим сердцем на это. Все. Приехали. Союз Аполлон, состыковка произошла. В результате там семья разрушилась, там семья разрушилась. Нужна культура, поведение. Это знание. Поэтому человеку нужно знание. Вот смотрите, нам нужно работать над собой, но нам нужно знание, как работать над собой. Если мы не знаем ничего, то мы тогда не можем жить нормально. Знание берется не из средств массовой информации, оно берется из чистоты. Надо искать чистоту в жизни. Там, где есть чистота, там есть знание. Нет чистоты, нет знания. Чистота где? В вере чистота. Идите вот в свою веру. Православная вера, мусульманская вера, иудейская вера. Есть разные веры, они все хорошие. Просто так как люди верующие очень углубляются в свое, они не понимают, что там происходит у других. Ну и считают, там хуже. Я изучал этот вопрос, как ученый. Я знаю, что там не хуже, там точно так же хорошо. У меня есть православные друзья, есть мусульмане друзья. Я в Казани лекции читал в этом, в Уфе сейчас. Я жил в квартире мусульманки. Она читает Коран на арабском языке. Когда я приезжаю в Ижевск, я живу в квартире православного серьезного человека. Я сам преподаю веды, изучаю веды. Понимаете, у меня нет проблем. Жить у православного, любить его. Жить у мусульмана, любить его. Почему? Потому что я знаю, что он идет правильной дорогой. Потому что люди, которые выбрали веру в своей жизни, у них есть чистота, у них есть сердце, у них есть совесть, у них есть возможность глубоко строить отношения к своей жизни. И значит, у них все нормально в жизни. Видите, жизнь на важной цели. Первое, знание. Второе, работа над собой. Третье, здоровье. Есть несколько видов здоровья. Это цель жизни, понимаете? Это цель жизни. Это выше, чем работа. Некоторые думают, я буду пахать сначала, потом вылечусь. Не факт, что ты потом вылечишься. Можно, конечно, зубы брать из стакана и вставлять. Но как бы это уже не то здоровье. Это тоже здоровье. Зубы есть, все нормально. Но как бы не то уже здоровье. Вот можно ходить через трубочку. Знаешь, что значит ходить через трубочку? Некоторые знают. А причина почему? Потому что ты не думал об этом, то есть ты не ставил целью. Что значит здоровье? Это значит понять, что кушать? Понять, что кушать? Вы знаете, есть ученые, которые занимаются питанием. Вот эти ученые, настоящие, серьезные ученые, не те, которые в кабинетах сидят, врачи, диетологи. Не там мясо, мясо, мясо. А есть ученые, которые изучают статистику там, и что происходит. Все в один голос говорят, я изучаю это. Надо увеличивать количество овощей и фруктов в рационе, уменьшать количество мяса. Или вообще отказываться от него. Есть такой Давид Георгиевич Заридзе. Он директор НИИ канцерогенеза. Изучает причины возникновения рака. Он утверждает, что если человек увеличивает мясо в рационе, это увеличивает риск рака. Если увеличивает овощи и фрукты, значит будем жить долго. Понимаете, есть статистика, надо следовать ей. Почему нам мясо-то нравится? Потому что у нас есть привычки определенные. Мясо-то пища насилия. Понимаете? Когда человек ест эту пищу, у него возникает вот это желание побеждать, своего добиваться в жизни. А как раз эгоизм работает сильнее. Надо наоборот. Есть растительную пищу, где меньше вот этого желания насилия. Потому что веды объясняют, что есть пять уровень развития жизни. Первый уровень. Это развитие жизни означает осознанность. Мы не говорим сейчас с вами о чем-то другом. Растения живут во сне. Они себя не помнят. Посмотрите внимательно на растение. Ну, живет. Но спит. Растет. Если взять развитие жизни, допустим, смотрите, тонкое тело спит у растения. Взять, допустим, медузу. Она тоже живет. У нее есть глазки. Но они какие? Мутные. Немного просыпаемся уже. Рыбку взять. Тоже глаза мутные. Заметили у кого аквариум? Глаза мутные. Ничего не соображают. У них есть страх. И все, больше никаких эмоций нет. Только страх. Это первая эмоция, понимаете, которая может быть у человека. Дальше. Взять ящерицу. У нее уже кроме страха есть любопытство. У нее есть страх. Но она любопытная. Интересно, что там происходит. Если взять, допустим, птичку. Соловьи поют, заливаются. Но они все примеют, избываются. То есть они уже поют, птички. У них кроме страха уже есть энтузиазм. Уже есть какие-то чувства другие. Так или нет? Жизнь развивается. Чувствуете, нет? Собачка может улыбаться уже. Волк улыбаться может, как вы думаете? Может, но хуже. Продолжение следует...